Всем привет, с вами снова Ольга, и сегодня я, как и обещала, покажу вам район, в котором живут самые богатые корейцы. На самом деле, таких районов довольно много в Сеуле, и для того, чтобы быть как можно более объективной, я погуглила, или точнее сказать, понейверила, так как корейский гугл называется Нейвер. Я забила в поиск самый богатый район Сеула, пребывая в твердой уверенности на первой позиции увидеть, конечно же, район Каннам. Всем нам известный по песням Сая, как самый дорогой район Кореи, но это оказалось не так. На первом месте оказался ранее неизведанный мной район Сонбукдон. Не поверив одному источнику, я продолжила поиск, и все подтвердилось. В этом районе живут основатели Чиболя Хёнде, актеры, актрисы, в таких домах снимают дорамы, в общем, все, как мы любим, наш размерчик. Поехали! Данный район находится у подножия горы Пукан, да, смешное такое название. И, несмотря на то, что это центр Сеула, дома расположены в удалении от шумных улиц. Такое ощущение, что вы попали куда-то за город. Так как с парковкой в Сеуле довольно строго, просто так на обочине привстать нельзя. Я заранее присмотрела парковочное место. Это стоянка буддийского храма Киль Санг Са. Неожиданно для меня парковка оказалась бесплатной, и мне стало очень стыдно нагло воспользоваться парковочным местом и не посетить сам храм. Поэтому я быстренько пробегусь здесь, очищу, так сказать, свою совесть. Тем более, что место оказалось довольно приятное. Какая-то невероятная красотень. Я так понимаю, здесь огромный комплекс. Я здесь впервые, потому что в Корее просто какое-то немыслимое количество всяких буддийских храмов. И все они между собой похожи, поэтому смысла посещать и все не было пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И сегодня тема видео не про это, поэтому я просто зашла сюда так. Просто зашла и не могу выйти. Здесь такая атмосфера просто невероятная. Но дальше я не пойду, потом у меня есть любимые места, любимые храмы. И туда я обязательно съезжу и сниму про это отдельное видео. Всем советую, кто будет в Сеуле, посетить это место или любой другой буддийский храм. Даже если у вас вероисповедание другое, буддизм, он приветствует все другие веры и вход здесь бесплатно, посетить может любой желающий, независимо от вашей веры. Вот так здесь выглядит туалет. В туалете нужно развиваться или обуваться. В тапочке, прикиньте. Фантастика. Ну, а мы пойдем снимать то, зачем сюда приехали. Как вы видите, богатые люди прячутся. Прячутся. Это не заборы. Это у них первый этаж идет как бы гаражи. Какие-то подсобные помещения. Там уже идет дом, но все окна выходят на внутреннюю сторону. Там у них внутренние дворы, внутренние какие-то территории. А на дорогу, на дорогу у них не выходят окна практически ни у кого. Сравнивая с тем бедным районом, да, где все-все-все на виду, богатые люди, видите, живут немножко по-другому. Практически нет тротуара. Богатые люди не ходят пешком. Здесь идет чисто дорога, вот такая двухполосная. И сразу въезд в гаражи. Да, гулять здесь совсем неприятно по сравнению с тем бедным районом. Там просто ты был как у себя на даче, а здесь ты чувствуешь себя немножко чужим. Видите, нет тротуара. И ты просто идешь среди машин. Дома идут вот так переулочками. От основной дороги вот этой вот идут проулочками, проулочками такие вот частные коттеджи. Если брать действительно, да, там самых богатых людей Кореи, у них разбросаны дома. Например, президент Самсунга, он же у него свой коттедж на Итеоне. И ты вон это такой сложно здесь сосредоточиться. Машины ездят. Интернациональный район. Там очень много всяких иностранцев тусуется обычно. И вот там у него находится его коттедж, его дом. Но здесь вот этот район, здесь как бы сконцентрированы они все. А так миллионеры, они могут быть разбросаны по всему селу. Там дом, там дом. Там нету такого, чтобы все богатые люди жили в одном месте. В этом районе также располагаются посольства. Посольства. Так, вот здесь мы видим флаг. Чтобы не выглядеть совсем глупо, не буду умничать, что это за флаг. Скажу честно, я не знаю, чей это флаг. Какой страны. Ну и как вам? Например, мне совсем не очень. Как-то бездуховно все. Ничего не видно самой жизни, так сказать. Какие-то бетонные гаражи одни. Как прохожему человеку видно одни бетонные гаражи. Понятно, что у них там, у самих жильцов, просто рай. Просто рай. Это вот отсюда можно видеть. Здесь горный, огромный Пуканцан горный комплекс. 80 квадратных километров горного массива. Я представляю, как у них там красиво. Слушайте, мне надо покупать этот квадратоктор, или как он называется, который летает с камерой. Но за это могут, наверное, в Корее и штрафануть. Особенно в таких местах, если будешь снимать. Так что вам придется просто представить, насколько у них там все шикарно, дорого и богато. Именно в плане озеленения я имею в виду. Корейцы по архитектуре не так прутся, как по озеленению. Это такая вот национальная черта. У них полный минимализм архитектуре. Они не будут, как россияне, какие-то себе дворцы делать. А для них это просто дурной вкус означает. У них скромненькие вот такие вот домики. Они больше парятся вот этим вот именно ландшафтом. Какой-то домик. Тут тоже, конечно, все дома разной стоимости. В зависимости от площади дома. Вот мы видим, что мы в горах сейчас находимся. После видео моего про тот бедный, самый бедный в Корее район, многие остались недовольны. Многие посчитали, что я пытаюсь как-то унизить, обидеть Корею, обозвать там людей нищими, бедными. Но это совсем далеко не так. Я именно и показала вам, что резидент, амбассадор Африка. Это африканское посольство. Прикиньте, как у них тут крутенько. Что в Корее даже бедные, бедные, прибедные люди живут, конечно, в ужасных домиках. Из фанер, как вы видели, из бумаги, из картона, из каких-то жестяных панелей. В общем, тем не менее, несмотря на всё на это, сама страна, сам город сделал им там хорошие дороги, поставил какие-то фонари. Мы увидели по тому, как выглядит этот асфальт. Было заметно, что его положили совсем недавно. То есть, да, тут стройка идёт какой-то, наверное. Так, наверное, я пойду уже обратно, потому что я потом не найду свою машину. Вот. По тому, какое там всё новое, то, что я снимала, да, новый вот этот туалет, новые какие-то общественные пространства, видно, что это совсем недавно построено. Некоторые там меня отсылали. Сходи туда, сходи в тот район, ты не то показываешь. На самом деле, то, что в 2013 году эти ролики выходили в России про вот эти вот бедные районы, их уже снесли, которые вот были на Канаме. Я именно туда хотела, собиралась поехать, но этих районов уже нет. Там такая же была ситуация. Люди не хотели продавать землю свою, потому что, ну, в общем, просили всё больше, больше. И там были, было очень большое количество мошенников, которые туда специально заселились перед тем, как начнётся, в общем, переселение. Ну, вы поняли, да, мошенники. Вовсе не бедные люди, очень богатые, но они захотели хапнуть этой земли и в своё время выкупили вот эти вот трущобы, вот эти домики. И пока там была суть до дела, в общем, в этом районе очень долго решалось, уже весь Канам отстроили давным-давно. А вот этот райончик такой вот был проблемный. И, в общем, тем не менее, как-то там всё уладили, всё порешали. Этого района теперь нет. Поэтому я никого не обманываю. Вы видели, я специально вам показала, как я искала в интернете самый вот этот бедный район, то, что там положили новый асфальт. Вот я ещё раз говорю сейчас, Сеул, он претендует на такой, знаете, статус туристической такой столицы, одной из туристических столиц мира главных, да. И они просто не могут позволить, чтобы вот эти вот трущобы, эти бедные дома были там какие-то без асфальта, без туалета, без всего, без всей этой инфраструктуры. И они совсем недавно, судя по всему, всё это там облагородили. Поэтому не нужно говорить, что я скрываю от вас реальность и пытаюсь показать что-то не так. Я показываю всё, как есть. И несмотря на то, что эти люди действительно миллионеры, если они продадут эту землю, когда они её продадут, у них действительно будет очень много денег. Но пока они её не продали, вы видели, у людей даже крышу залатать денег нет. Там живут бабушки, дедушки, у которых совсем нет денег. Это, правда, самые бедные корейцы. Но в перспективе, конечно, очень богатые, когда землю продадут. Так что вот как-то так. Как-то так. Богатые люди совсем иначе живут. Вы видите, какие у них дома. Дороги, да, дороги везде в Корее одинаково. В какую деревню вы не поехали бы, они везде будут идеально, шикарные дороги. Потому что это государственная программа. Вот так вот сейчас в Корее многие дома используют вот эти батареи солнечные. Как же здесь неприятно гулять, товарищи. Здесь приятно только на машине ездить. Я даже на камеру говорить не могу, потому что я иду просто тупо по дороге. Меня в любой момент сейчас могут сбить, по идее. А если бы это была не Корея, меня бы уже давно сбили. А так корейцы привыкли, что машины вместе с пешеходами сосуществуют нормально в этом плане. Здесь можно гулять долго и усердно, но ничего нового вы не увидите. Как вы видите, какие-то бетонные сплошные не заборы, а гаражи. Первые этажи домов видно только. Двориков не видно, к сожалению. Очень нравятся мне вот эти вот зеленые изгороди. Или как это, плетун, да, такой по стене бьется. И такое ощущение, что ты где-то в тропиках находишься. Сплошная красота. И дышать легко, несмотря на то, что это дорога. Птички поют. Вот так богатые люди выбрасывают мусор. Смотрите, какое-то позорище. Представили просто бутылки. И все. Конечно, тут у них нет общих сортировочных каких-то помоек. Они совсем живут по другим правилам. Валяется какой-то мусор, видите, баночки от пива. Не так уж все. И гламурно, да? Видите, как мусор просто на улицу выставляют, как в самых бедных районах. Ну, частный дом есть частный дом. Не попрутся же они, представьте, вот все дома. Не попрутся же на одну помойку куда-то сортировать мусор. Ну, выставляют его просто тупо вот так за дверь. И машины проезжают, и уже убирают, и потом сортируют как-то. На каких машинах ездят самые богатые люди Кореи? Конечно же, на корейских. Это Экус 900. Но он стоит, кстати, не меньше, чем Мерседес. 600-ый там или какой. Стоит так же. Но корейцы предпочитают своего производителя, так сказать, да? Поддерживают отечественный рынок. Молодцы! Молодцы! Благо, что качество машин позволяет это делать. Не теряя каких-то характеристиках автомобиля, можно пользоваться. Хотя много и зарубежных. Видите, вот здесь. Kia. Рядом стоит какой-то Lincoln или что это? Не знаю. Какая-то, в общем, зарубежная модель. Нормально. Вообще без проблем. Вот как-то так. Я думала, прогулка выйдет поинтереснее, конечно же. Надеялась, что мы увидим какую-то красоту. Неземную. Но вы сами видите. Чтобы посмотреть на неземную красоту, нужно задружиться с каким-нибудь миллионером корейским. Напроситься к нему в гости и поснимать там у него. К сожалению, пока у меня таких друзей нет. Но вряд ли будет, так как мне это мало интересно. Вот, поэтому, к сожалению, я не смогла вам показать полную картину того, как живут богачи в Корее. В заключении хотелось бы сказать про цены на такую недвижимость. Дом в 230 пен. Корейцы считают пенами. Один пен равняется 3,3 на 3,3 квадратных метра. То есть 230 пен равняется более чем 760 квадратных метров. Это средняя площадь домов в том районе. Минимальная площадь дома в Сонбуктоне составляет 200 пен или 660 квадратных метров. Так вот, такой дом обойдется вам в 10 миллионов долларов всего. А вот у этой парочки, основателей фирмы Orion, которые выпускают ваши любимые корейские печеньки, домик стоит более 22 миллионов долларов. Нехило, да? И стоимость на эту недвижимость постоянно растет, так как растет цена на землю в Сеуле. Хорошо жить не запретишь. Желаю вам всем добра, здоровья, много-много денег. Всех люблю. Всем пока.